Добрый день! Сегодня мы не будем распаковывать головоломку. Это будет таймер от компании YJ. Коробочка такая вот. Она вот здесь из чего изображена. Зачем это какая-то сфера. Все хорошо, всякие символы. Давайте сразу открывать. Сейчас многие компании выпустили свои таймеры. Вот для примера лежит таймер от компании Мою. Это от компании YJ. Кто помнит эти компании раньше дружили, вернее даже мой боссом брендом YJ или наоборот. Работали вместе и потом разделились. И вот у каждой есть по таймеру. Сразу по внешнему виду можно понять какой таймер симпатичнее. Давайте сначала посмотрим инструкцию. Я заранее извлек. Очень подробная инструкция на китайском. Из нее можно понять, что здесь две батарейки 3А пальчиковые, ну мизинчиковые так называемые. И то, что есть кнопочки и разъемы. Инструкция на самом деле короткая и полностью по-китайски. Пока отложим. Ну и собственно посмотрим на сам таймер. Он выглядит очень приятно. Приятно он не только выглядит, его приятно еще и трогать. Вот такое покрытие, не знаю как оно правильно называется, приятно матовое. Не как на кубиках, на тех же ганнах, а как у хорошего гаджета покрытие. Можно заметить, что на внешней поверхности, на верхней, нет кнопок, только лампочки. Кнопка включения находится на тыльной стороне. Черный на черный, наверное, видно плохо. Но вот эта кнопка включения. Здесь кнопка сохранения. Здесь кнопка листать сохраненные результаты. И, соответственно, сбрасывая результаты кнопка вот здесь. Здесь есть еще разъем. Разъем для подключения к компьютеру, либо таймеру. Если его сравнить с разъемом от таймера Мою, то там было три с половиной по всей видимости, а здесь два с половиной миллиметра. То есть мы сразу понимаем, что таймер от Мою нельзя будет подключить к таймеру от YJ. В примере напрямую. Этот таймер у меня уже больше месяца. Я его успел потестировать. Мои ученики собирали на нем и с ним все хорошо. Нет никаких нареканий. А я не могу сказать, что этот таймер по функционалу лучше, чем таймер от Мою. С другими я не сравниваю. Но он недорогой и выглядит гораздо эффектнее, чем остальные таймеры. Причем даже и от Мою, и от Yuxina, да даже от стокмата. Там еще компания Ган готовит таймер к своим кубикам. И компания ЧИИ уже поступает в продажу эти таймеры. Ну, от ЧИИ, наверное, куплю, а от Гана подумаю. Смотря сколько он будет стоить. Особой необходимости у меня в дорогих таймерах нет. Ну и давайте протестируем, как он работает. Как вам будет видно, я сейчас с нули. Кладем руки. Здесь загорается лампочки. Плохо было видно. Еще раз. Кладем руки. Загорается зеленая лампочка. Время пошло. Ровно так же, как и на всех других таймерах. Ну и, соответственно, нажатием таймер останавливается. И многих волновал вопрос, подойдет ли таймер от YJ к старым матам, тоже продается он без мата. Более того, он продается и вот без вот этих фишек. А таймеры от Мою, они идут в комплекте. Белинки такие. Ну, как видите, я специально положил здесь коврик от Юксина. Все подходит. Соответственно, таймер от Мою подходит ко всем матам. И, в том числе, Юксиновскому. А раз таймер от YJ подходит к таймеру Юксин, то подойдет и ко всем остальным. Ну, тем, которые имеют такие крепления. Более древние я не тестировал, не знаю. Хороший таймер, приятный таймер. Единственный недостаток, который здесь есть, вот если присмотритесь, это вот здесь вот какой-то мусор под пленочкой. И пленочку я специально не снимал, чтобы сделать это на видео. И оказывается, что эта мусоренка не под пленочкой была, а под дисплеем. Так что, только вот такой вот недостаток. Чего я и боялся. То есть она с внутренней стороны. По идее, можно таймер разобрать. Здесь есть болты и извлечь. Но делать я этого, конечно, не буду. Оно мне не мешает. Здесь, кстати, паз для батареек без болта, но пальцами спокойно не открывается над чем-то подковыривать. Но болтик крутить не нужно. Также можно сравнить размер цифрок. На YJ циферки гораздо крупнее, ну и дисплей сам больше. Смотрите их рядышком. Раза в два больше дисплей и раз в полтора крупнее цифры. Что неудобно, на всех таймерах, всех моделей мы привыкли сделать сборку и выключить, сбросить все здесь. И теперь, если таймер лежит не на мате, сбросить, либо выключить его одной рукой. Не так удобно, как раньше. Можно просто нажать, а теперь нужно его придерживать и сбрасывать кнопочку снизу. Ну, опять же, дело привычки. Но минус, наверное, в том, что на официальных таймерах, на спортматах система другая. А так, неплохой таймер. Вполне приятный. Кроме мусорники, особых претензий к нему нет. Современный дизайн, современное покрытие держать в руках удобно. Ну и подходит ко всем матам. Ну, чтобы кубик был в кадре, все-таки канал про головоломки. Вот он, Gun Monster Go. Чтобы не делать отдельного видео и где-то их еще не упоминать, я покажу еще подставки от компании ЧАИ. Они в пяти цветах различных. Приобрел по две штучки каждого цвета. Дешево, сердито, мало пластика и кубик на них хорошо. Как обычно держится. Ну, то есть, это рядовая подставка. Возможно, очень большие кубики здесь не встанут. Если взять подставку от компании МОИ, здесь, конечно, отверстие побольше и кубик стоит поустойчивее. Ну, а на этом точно все. Всем спасибо. Всем пока.